Вечерний Магадан продолжает знакомить магаданцев с точками зрения в общественной дискуссии по новым антиалкогольным мерам на Колыме. Перед заседанием рабочей группы Общественной палаты Магаданской области нам эксклюзивно прокомментировал позицию региональных органов власти Максим Бродкин. Органов власти тоже несколько, что она однозначно сформировалась. Вы правильно сказали, что долгое время идет обсуждение. И в том числе мероприятие, которое я сегодня буду проходить, это тоже является одной из форм обсуждения, как быть в той ситуации. Все понимают по статистике и мы видим, что совершенно из разных оценочных агентств, людей, общественных палат и так далее проходят мониторинги. И эти мониторинги везде показывают, что мы находимся на самых нижних, если не на самой нижней, то по разным показателям, на самых нижних позициях Брестской Федерации по потреблению алкоголя, по смертности алкоголя. Инициаторы новых антиалкогольных мер регулярно апеллируют к различным рейтингам регионов по уровню потребления алкоголя на душу населения, по уровню смертности, по количеству дорожно-транспортных происшествий в состоянии алкогольного опьянения. Одним из самых известных и самых неоднозначных рейтингов регионов такого рода является проект «Трезвая Россия» депутата Государственной Думы Российской Федерации Султана Хамзаева. Нельзя это оставлять без внимания, и с этим нужно что-то делать. Безусловно, у государства один из механизмов является ограничивающей продажу, либо уже в разных критериях, либо в одних и тех местах, либо по времени, либо еще что-то, чтобы все-таки как-то упорядочить продажу алкоголя. Поэтому правительство региона поддерживает формат общественной дискуссии, в том числе на площадке общественной палаты. Задача услышать все, даже самые полярные точки зрения. После этого власть будет определяться со своим подходом к острому алкогольному вопросу.